Инициативная группа благотворительного фонда «Хайбов с тобой» организовывает благотворительную акцию, в ходе которой 29 сентября в концертном зале Украины пройдет концерт, и в ходе которого хотят собрать достаточно весомую сумму денег для того, чтобы купить уникальное медицинское оборудование. Об этом мы сейчас подробно расскажем, Александр Кварта, финалист конкурса «Украина» «Майбалант», Андрей Шейнин, руководитель благотворительного фонда «Хайбов с тобой», Александр Бородай, полковник, руководитель клиники похуждений военного госпиталя, Михаил Пуц, медик 92-й, механизированный регант. Если можно, Андрей, с Вас, в чем задумка, минимум, максимум, что будете делать и как по людям вообще откликаются? Да, спасибо, друзья, что Вы собрались. Действительно, наш благотворительный фонд «Хайбов с тобой» работает уже давно с помощью, помогает раненым, помогает нашим ребятам на фронте. Мы, уже больше года наши активные ребята ездят на фронт и устраивают в том числе благотворительные концерты, бесплатные концерты для воинов. В том числе наш Александр Кварта – постоянный наш участник. Один из? Да, один из постоянных участников. Сейчас, летом у нас возникло, на одном из таких выездов, ребята предложили, именно артисты, предложили сделать благотворительный концерт с помощью раненых, для того, чтобы собрать средства и уже как-то поддержать и госпиталь, и медицинские службы на фронте, и самих раненых, которые нуждаются в этом. Естественно, мы не могли пройти мимо этого предложения, мы знаем реальное положение вещей и потребностей армии, и мы пошли вместе, взявшись за руки, делать это благородное дело. Спасибо городской администрации, которая нам предоставила бесплатно киноконцертная зла «Украина», спасибо государственной областной администрации, которая помогла нам, в том числе с распространением билетов и информации. В чем состоит благотворительная акция? Изначально предполагалось, что будет концерт, во время которого, на который будут проданы билеты, и на эти средства мы будем что-то делать. В процессе обговорения у нас явилась уже акция «Допоможи поранам». Акция более широкая, чем сам концерт. Акция включает в себя сбор пожертвований, акции включают в себя много различных мероприятий, в том числе основной хвост – это наш концерт. На концерт заявлены самые любимые артисты Украины, победители национальных шоу, в том числе «Украина Моя Талант» и «Х-фактор» и «Голос Краины». Они все были в АТО, и все они выразили согласие выступить бесплатно. Весь свой гонорар они снова же отправляют к нам на помощь нашим раненым. Какие задачи мы ставим в нашей акции? Мы хотим, во-первых, показать, что город Харьков – это город благотворителей. Мы хотим показать всем, всей Украине, что Харьков не пассеет задних. Харьков хочет быть впереди. Немножко это перекликается и с вчерашней нашей пресс-конференции, о том, что Харьков – город глобальный, Харьков – глобальный. Кроме того, из того, что мы знаем, что надо, мы хотим собрать деньги на помощь людям. Это может быть и юридическая помощь, оплата юридических услуг, оплата лечения. Это по максимуму, если мы соберем, у нас есть идея – это купить микроскоп, электронный микроскоп для проведения операции в Харьковском госпитале. Если мы не соберем необходимую сумму, тогда мы будем уже ближе к 9 октября собираться группой и решать, что мы будем делать. Но снова же, мы принимаем предложения от госпиталя, мы принимаем предложения от военных частей, от инициативных групп инвалидов. Мы готовы помогать всем. Сейчас у нас, вчера мы разговаривали с Михаилом, он расскажет поподробнее, есть идея создать кассу помощи нашим раненым. Это, в принципе, вкратце то, что мы хотим сделать. Да, теперь Михаил. Да. Спасибо. Да, я хотел бы сказать спасибо, вначале Андрею и всем гражданским организациям, которые продолжают давлять интерес к проблеме военнослужащих, к проблеме армии и так далее. Это очень важно, можно дальше делать все. Я, в двух словах, хотел бы вообще рассказать о проблеме раненых и о проблеме военной медицины. Ну, насколько я ее вижу, за это время, за эти 12 месяцев, как гражданский врач, который мобилизовался, который раненился, находился непосредственно в зоне АТО, в городе части, в Уганской области. Во-первых, раненые. Вне зависимости от характера, это минно-жудная травма, это огнестрельные пулевые рамения, это различные контузии и так далее. Пока что ни один человек, насколько я знаю, из моей бригады, 92-й, не получил компенсации денежной, обещанной государству. И это достаточно большая проблема. Это большая бюрократическая процедура, которую должны были пройти люди, пройти несколько комиссий, получить различные записи, и тогда, только потом, они получают какие-то денежные выплаты. Пока никто не получил эти денежные выплаты. Система очень медленная и вязкая. Когда нужно было собрать людей, отправить их там, защищать интересы государства, это произошло достаточно быстро, и люди уехали без жгутов и индивидуальных перевязочных пакетов на технике, которая была списана. Сейчас, в общем-то, по истечении какого-то времени, они не претендуют ни на что больше, чем на то положенное им государство. И многие не могут получить это. По разным причинам. Потому что, ну, некоторых не хватает юридической грамотности, некоторых не хватает просто терпения, некоторые не понимают, почему они должны доказывать о том, что им кто-то что-то должен. Почему они должны доказывать о том, что они там были, они были ранены и так далее. Это первая проблема. Проблема отношения государства, отношения системы и прав. Многие просто плюют, ну, разворачиваются и уходят, остаются без там, без выплат, в которых они нуждаются. Вторая проблема, это то, что многие нуждаются в более, скажем так, ну, квалифицированной, но другой помощи. То есть, не всегда они могут получить необходимую помощь в пределах государства Украины. И они нуждаются в влечении за рубежом. И тоже это, в общем-то, решается за счет волонтерских организаций для довольных пожертвований. Для того, чтобы, на мой взгляд, было бы целесообразно помогать, во-первых, прицельно, во-вторых, открыто. То есть, вот, мы вчера говорили с Андреем, мы подумали, что было бы, ну, там, было бы здорово не просто покупать какое-то там оборудование, какие-то девайсы, которые там будут работать. А делать, ну, что лекарство помочь, да. То есть, когда человек не может получить то, что ему должно положено, деньги, ну, на что уплачены деньги налогоплательщика, так и сказать, что то, что должно ему выделить, в силу того, что там система медленная, да, помощь ему нужна сейчас. Ему и так далее. Мы могли бы перекрывать это из этой кассы взаимопомощи. Дальше услуги юристов, потому что, ну, еще пока не было ни одного садебного дела в отношении государства, я надеюсь, они когда-нибудь будут и будут выиграны. Это два. Ну, и информационная поддержка. Это просто нужно понимать о том, что это люди, которые раненые и больные, да. Вот я просто сразу оговорюсь, большинство людей, которые там, которые были призваны и в первую, вторую, в третью волны мобилизации, это далеко там не молодые люди, у них были свои хронические заболевания, с которыми они жили, потом они их призвали, они, многие, несмотря на запреты комиссии военкомата, пошли служить, дальше у них там обострились их заболевания, многие там ушли с инсультом, инфарктом, с обострениями и так далее. И, в общем, они не получали ранения, да, но они, служба, в течение службы их состояние ухудшилось, они тоже нуждаются в медикаментозной помощи. Вот. И проблема социальная и психологическая для этих людей не оказаться выброшенными потом, завтра просто, да. То есть, вот у них каждый человек, это каждый там военнослужащик, который там вернулся, получил он или не получил, это отдельная история. И еще, мне кажется, очень важно было бы просто говорить об этих людей, потому что, ну, как бы, они не должны раствориться сейчас, они не должны прийти, прийти там, после там 12 месяцев или сколько и кануть в лету. Вот. Поэтому, я думаю, что было бы важно информационное сопровождение для вообще всего того, что вот просто там, ну, например, я не знаю, у нас были бойцы, которые получали тяжелые ранения в период, там, сентября, когда просто были люди, которых там ампутированы ноги, да, где они сейчас, что с них, как они живут. Я знаю, что мы, ну, у нас Саша Бабченко, разведчик, с 92-й, он получил тяжелые, серьезные ранения и, в общем-то, у него ампутирована, ампутирована нога, он не получил ни одной награды, государственной, что с ним, как с ним, где он сейчас. То есть, очевидно, человек нуждается как в помощи материальной, так и в информационной помощи, потому что вы знали, что такой человек есть туда, который пришел к добровольцам и который там оставил свое здоровье. Ну и есть еще проблема вообще военной медицины, но это тоже отдельно, наверное, не поместится в бесконференцию. Спасибо. Александр Квадов. Начнем с того, что вообще в зону АТО я буду говорить сразу и от своего лица, и от некоторых артистов, которые будут участвовать 29-го в концерте в этой акции, которые непосредственно плечом к плечу ездили с нами неоднократно в зону АТО. Лично я начал свой путь туда с нашего госпиталя на Тринклера, когда первый раз мы пришли, и я вообще не понимал, что я там делаю, если у людей такие проблемы, такое горе. и видно было, что это такие помятые, побитые пацаны, которые не знали вообще, что произошло и почему оно произошло. Я переживал, и после того, как спел самые свои веселые, какие песни есть, собственно, они начали улыбаться, подходить, благодарить, то есть я понял, что в принципе это нужное движение, и мы артисты большее даже как такая психологическая разрядка для них, тоже, в принципе, такой способ врачевания души, их настроения, и, собственно, необходимая эта функция наша артистическая. Поэтому мы как бы ездили много по этим местам, поддерживали, когда видишь, когда эти солдатики кто с гипсом на одной ноге пляшет, кто там просто встает и подходит, благодарит, говорит, ты мне в это ухо говори, потому что здесь я контуженный, вот, и всякий раз, когда меня и Андрей приглашал, и другие члены команды нашей волонтерской, говорили, едем, едем, то есть тут вопрос не возникает. поэтому и нынешний концерт это естественная дань артиста сделать то, что ты можешь для поддержки духа человека, и, ну, как говорится, физические раны есть, кому лечить, и мы на это собираем деньги, и мы будем врачевать души, так сказать. Да, если можно, Александр Бородаль, ответить о том состоянии, в котором сейчас находится госпиталь, основные нужды, и, ну, просто, знаете, когда вроде как перестают стрелять в перемирие, да, кажется, что ничего не происходит, то есть все мирно, хорошо, мы же ходим по улицам, у нас руки и ноги на месте, а что происходит в госпитале? Ну, для общей информации я хочу сказать, что за все время проведения антитеррористической операции через название медицинских центра северного региона прошло больше 11 тысяч раненых и травмированных в зоне АТО. Из них больше 6, это чисто раненых. Вот. Что хочу сказать, что, что бы ни говорили, где бы, что ни говорили, мы, именно наш центр, наш госпиталь, как чаще говорят, называют наше лечебное учреждение, мы были готовы к этому. И с самого начала выполняли свои обязанности как положено, исправляли с тем объемом, который раненых, которые поступали. Из этого его количества основная масса раненых, которые были, это люди, которые получили ранения в конечности, это те, которые в своей основной массе прошли через клинику, которую я руковожу, это не травматологическое отделение, не ахимическое отделение. Что еще сказать, за это время нашей работы, кроме того, кроме того, что мы значительно совершенствовались и совершенствовались в знаниях медицинских персонал, кроме того, через военно-медицинский центр прошли гражданские врачи, которые сейчас уже даже проходит смена, которые работают в мобильном госпитале, которые выполняли и выполняли в настоящее время задачи и в нас в центре, и в практически по всей зоне антитеррористической операции, в самых различных подразделениях лечебных учреждений, а также находятся на усилениях в отделениях медицинских лечебных учреждений, где работают наши военные врачи, наши кадровые, и те, которые пришли с, как говорят, гражданки. За это время что хочется сказать, что вы понимаете, что то количество, которое прошло через нас военнослужащих, раненых, травмированных, они все нуждались в большом, достаточном объеме помощи. Объем помощи в каждом случае оговорит, и действительно на лечение этих людей идут большие закрады. На сегодняшний день мы довольно-таки хорошо обеспечены оснащением, имеем оснащение достаточно, имеем оборудование, но нет, как говорят, нет предела совершенства, так и на настоящее время, да, действительно, для более качественного выполнения оперативных вмешательств, в частности, на головном мозге, мы нуждаемся в микроскопе, в нейрохирургическом микроскопе работы на два рабочих места. Этот микроскоп, он позволит более четко ограничивать ткани головного мозга, которые неженеспособны, отеженеспособны, в связи с чем более качественно будет выполнено хирургическое вмешательство, что, конечно, имеет определенные свои положительные последствия. Что еще? Постоянно мы нуждаемся, конечно, в имплантах. Это металлоконструкции, которые необходимы для фиксации костей конечностей, позвоночника и так далее и тому подобное. То, что сейчас наступил, так сказать, в примирье, дай Бог, конечно, чтобы оно было более длительным, это не говорит совершенно о том, что мы перестали работать. Мы работаем с контингентом раненых, травмированных, заболевших, которые раньше получили травму. Они проходят у нас репрессионное лечение. Мы производим координацию по направлению этих больных по лечебным учреждениям, начиная от украинских, также и очень много через департамент охраны здоровья нашего военного они уходят на лечение за границей. На сегодняшний день, например, у нас три человека находятся на протезировании в инстуке протезирования. Один человек ждет сложных оперативных вмешательств инстуги травматологии, ортопедии, где должна будет произведена замена двух суставов, то есть будут внедрены импланты тазобетого и локтевого сустава. Всех этих людей мы знаем, никто так сказать нас не является опрошенным и никому еще не отказали в оказании помощи. Вот то, что я хотел сказать на сегодняшний день. Я не скажу, что у нас положение Ахуе, но мы очень благодарны всем тем организациям, которые до наследствия времени оказывали нам помощь, ну и продолжается эта помощь в дальнейшем. Мы ее очень-очень ощущаем. Большое всем спасибо. У нас в зале присутствует Екатерина Ерейская, волонтер, которая уже собрала определенную сумму денег. Нет? Мы не будем об этом. Хорошо? Как раз мы будем об этом. Да, есть пиво. Я немножко оценку расставлю, Хорошо. Как мы поступим? Мы зададим вопросы и отпустим наших спикеров и выслушаем новых или как-так, скажите. Радим слушаем новых, а потом задаем вопрос. Хорошо. С кем-то поменяемся. Это с вами, да? Екатерина? Микрофончик. Нет, ничего этого сделать. Заставьте правильный акцент. Я хочу сказать, что я представляю в данном случае коллектив большой Харьковского национально-экономического университета имени Семена Кузнеца. Когда было объявление о том, что будет вот эта акция, то было принято решение поучаствовать в ней. И коллектив собрал деньги. У нас получилась сумма больше 36 тысяч гривен. Все участвовали добровольно, то есть кто сколько может. совершенно разные суммы были собраны. И в общем-то поскольку мы всегда работаем в высшей школе, образовательным учреждением, я вообще всегда стремлюсь из всего делать воспитательные такие мероприятия. Поэтому и это мы тоже таким образом построили все. Значит, у нас допустим мы выкутили часть билетов на этот концерт и хотим, чтобы на них пошли прежде всего студенты, приобщились к этому движению. Значит, мы попросили у организаторов чтобы нам было выделен определенный участок работы, который мы закроем сами. То есть очень важно в благотворительности не просто отдать деньги, а чувствовать, что ты что-то сделал конкретное. Вот вчера, например, мы пошли купили костыли, для госпиталя, для отделения травматологии. Там это вообще потребность постоянная, я с этим сталкивалась, я уже привозила не раз эти вещи. И сейчас особенно сказали нам очень много таких больных, значит, эти ребята потом перемещаются в другие госпитали или домой и очень важно им дать собой эти предметы. В госпитале такой возможности нет, это только если мы этим обеспечим. Поэтому сегодня мне только позвонил мой друг военный и сказал, что у них подорвались там район Лесенчанска на Мини опять и опять вот они сейчас едут в наш госпиталь и отторвана нога, там несколько человек пострадали. То есть это то, что происходит постоянно, это то, что действительно нужно. Ну и второй проект, в котором мы тоже примем участие, это оборудование стоматологического кабинета, обеспечение его материалами, но это тоже будет позже принято решение, как, когда, и мы тоже хотим в этом принять непосредственное участие в передаче, там, все, чтобы действительно коллектив ощутил свою сопричастность к этому большому делу. Спасибо. Нески, да? Задавайте вопросы, если есть какие-то вопросы. А в формате вопросов ? Ну, основная информация вы получили по-моему, нет смысла. Да, если можно, спасибо. У меня вопросы к Александру или к Евгению. Сколько стоит город, который может быть для развития операции? Ну, дело в том, что там цены от 300 до 400 тысяч на сайте. Это был вопрос тогда, когда где-то месяца два назад потом подняли вопрос о том, что нужно оборудование на этом микроскопе второго места. То есть, чтобы ассистент хирурга, который должен видеть все там, что там происходит и активно учатки едут. Потому что один смотрит микроскоп, видит его и без микроскопа сами понимаете. что-то. Думаю, насколько я знаю, в этом была задержка всех вот их организаций. Но общая особенность какая? Оборудование во втором агентстве? Всего сколько денег нужно для приобретения и работы на этом оборудовании? Не могу сказать. Дело в том, что работали в агентстве с волонтерами, они уточняли эти суммы. На то время, когда месяца два, это была сумма от 300 до 400 тысяч денег. С учетом второго места получается до 200 тысяч. Можно обнать? Да. А как листинно археологическое больное принимает с день от зараза? За это время, ну я вам скажу, по состоянию на январь было выполнено 119 операций не археологических. По сравнению, да, по сравнению в Днепропетровске было выполнено 98 в Одессе 76 это данные последней конференции. На сегодняшний день я меня обзываю. Доставляется идет эвакуация, ну что касается сектора наших пациентов, которые идут через госпитал Сватова, 59-й, и потом они идут в Харьков. Первая нейропередургическая помощь, ну у нас например Шевченко, Александр, по минусу, вот, ему делали нейрохирурги, вообще хирургические бригады были представлены в госпитале Новая Дар и в счастье, так мобильная бригада 59-го госпитала. Именно благодаря своевременности, мы должны понимать, потому что речь когда идет о микроскопе, это квалифицированная, специализированная нейрохирургическая помощь, и это в общем тоже очень важно, безусловно, вот, но в ургетных экстренных случаях решается именно время оказания этой помощи. нашему бойцу хирурги 59-го госпиталя делали краниотомию, причем делал ее не нейрохирург, делал ее хирург фубличный, делал ее скрывал, ну там была контузия, нарастали объемы, гематома нарастала, он делал декомпрессию в условиях клиники Новая Дар только благодаря тому, что он там оказался, в общем-то, мы смогли довести человека дальше до Харькова. Это тоже очень важно. Своевременность и этапность именно оказания, представленность бригад именно, ну, это понятно, что в Харькове можно делать очень многое, да, но довести нужно до Харькова. Коллеги, вопросы? Если так, то скажите, пожалуйста, представителям госпиталя, это больше обрисовано, насколько еще много этих мест, которые нужно заполнить в оборудовании, в, я не знаю, ремонте и так далее. Что, ну, самое болезненное, самые первоочередные места, что нужно сделать, для того, чтобы госпиталь прополнить? Я, мгновенно, скажу сначала своему коллеге по этому поводу, да, значит, доставляются раненые больные из зоны ТО, нейрохирургические раненые больные, но к нам поступают раненые больные не только из сектора А, там поступают раненые боли из сектора С, из сектора В, вот иногда даже из сектора которые поступают операльные больные к нам. И нейрохирургическая помощь, правильно коллега сказал, оказывается, да, изначально оказывается на том этапе, на котором впервые появляется врач, впервые появляется операционная и есть необходимость в оказании нейрохирургической помощи. Да, действительно так происходит. Так само и в тех секторах, кстати, полночки на всех сектор С, я прекрасно знаю эту ситуацию, везде по больницам, где мы распределяли своих хирургов, в том числе и нейрохирурги были, которые оперировали там, но потом их уже сюда доставляли, в Харькове, здесь уже проводился этап специализированной, узкоспециализированной медицинской помощи. То, чего, к сожалению, нельзя сделать ни в Артемовске, ни в Суправдаре, ни в других городах по зоне проведения ТО. В Харькове, в Одессе, в Днепропетровске, имея такое оборудование, это мы обязаны даже делать, потому что если там сделали трепанацию черепа, то здесь мы уже делаем полноценную обработку. Без такой аппаратуры сделать эту полноценную обработку, здесь, в Харькове, это будет просто не позволяем. Самое приоритетное направление? Самое приоритетное направление у нас сейчас, вот с учетом того, что у нас, в принципе, война переросла, скажем так, из полномасштабной, в больше такую диверсионную войну, у нас очень много поступает ранений, в принципе, с минно-взорной травмы. Минно-взорная травма подразумевает под собой это ранение верхних и нижних конечностей, в основном глаза страдают, в какой-нибудь вчера вас привезли раненого там с поражением глазного яблока. Нужна аппаратура и для операций на глазах, нужна аппаратура для операций нейрохирургических, нужна диагностическая аппаратура, нужна техника для вывода раненых из поля боя. Еще есть над чем работать. Я скажу, что государство, конечно, делает шаги в этом направлении, но, к сожалению, с учетом войны, не дать больших расходов, не в состоянии перекрыть те нужды, которые... Ну и по оперативности, я так понимаю, волонтерское движение все равно превосходит той, которой обладает государство. Ну, я бы так и сказал, потому что, в принципе, судя по тому опыту, который я получил в зоне боевых действий, да, волонтеры, да, подвозили. Вот, и подвозили и быстро, и оперативно, и так далее. Ну, объемы поставок технических медикаментов, и так далее, конечно, государство не превосходит, потому что, если бы не было государственных поставок, волонтерская помощь бы... И зачастую, понимаете, как бы, что происходит? Ну, привозят то, что дают, то, что находят, и так далее. Они здесь, конкретно по заявкам, получают то, что нам необходимо. И поэтому есть немножко разница. Потому что нельзя и то сбрасывать, и это нельзя сбрасывать. От государственной помощи, ну, не то, что нельзя отказываться, она должна и обязана быть. Волонтерская помощь, ну, никто не отказывается, не собирается отказываться, потому что это тоже очень важный фактор, дополняющий государственную помощь. Я так понимаю, Ваши медики в госпиталях на глядовой работают, Вы в какой-то оттатной производстве? Насколько у Вас был шанс в медицинские учреждения на глядовой работе? Значит, ну, у нас медицинские глядовые группы, которые мы закрепили за разными больницами, так, в секторах. Те группы, которые работают в секторах, им поставляются медикаменты согласно их заявкам. Плюс, конечно, что-то доводит ломать. Ну, это уже по личной инициативе, а так, в принципе, те заявки, которые есть, они будут примерно 100%. Что касается сектора, за который там отвечаем лично наш госпитал, мы курируем два сектора. Это сектор А и сектор С. Заявки, те, которые поступают из сектора, выстраиваются удовлетворят их. Вот, естественно, это часть медикаментов, которые мы отдаем сектора, это те медикаменты, которые мы покупаем самостоятельно. Те, которые нам удается тоже зарабатывать. И эти медикаменты мы также направляем в зону проведения ТУ. Это вот лично то, что мы сделали. Я не говорю о централизованном медицинском сомнение, которые людские. А то, что мы здесь в Харькове заработали, купили и отправили в сектору. Да, может, ты еще у кого-то вопросов? Да, пожалуйста. У меня информация, вопрос. Я представляю благотворительный фонд «Харьков-Стопой» и группа «Харьков-Стопой». Во-первых, по поводу скорости транспортировки передовой с мест ранения, собственно говоря. Я хочу обратить внимание, что наша группа, в частности, их проект проводила, который, собственно, и не закончился, волонтерская, диспетчерская. И нашей группой снабжены несколько реанимобилей, которые именно вывозят и многим помогают этим. Это, кстати, фонд «Ветроджиня» тоже нам в этом помогал. То есть я хочу сказать, что волонтеры очень активно помогают нашему, в частности, в смысле скорости транспортировки и в смысле безопасности транспортировки. Это пункт первый. Второй. Наша же группа достаточно много и в рамках проекта «Волонтерская-диспетчерская», то есть помощь раненым и эвакуация раненых, предоставляет медицинской помощи. И это не единичные какие-то поставки, это большое направление нашей деятельности, можно сказать. И, в общем-то, суммы и тонны, я не знаю, медикаментов, которые доставлены нами и в госпитале, и в районные больницы, которые находятся, ну, так сказать, на красной линии, если я правильно понимаю, как говорится, это, ну, зафиксировано и сказано. И, в общем-то, здесь, я думаю, уместно говорить не столько о том, что не меряется, кто больше предоставил помощи, волонтеры или государства, потому что, ну, понятное дело, и разные финансовые, и все весовые категории, а, так сказать, подчеркнуть и обратить внимание, что, ну, только вместе мы можем что-то сделать. И, безусловно... Я извиняюсь, вопрос, если... Да, вопрос к Михаилу. Андрей упоминал о том, что есть идея создания кассы взаимопомощи. Вот, если можно, чуть подробнее. Ну, пока это просто идея, на самом деле, она должна как-то вырисоваться в конкретику, или в кассу, или в фонд. Мне хотелось бы, чтобы это была открытая какая-то площадка, где можно было бы видеть, кому конкретно помогается, куда это идет помощь. Ну, то есть, это было бы лучше. Четко и понятно. Все это видели в открытом уровне. И, ну, я не знаю, это просто идея. Все, у кого есть по этому поводу, там, не знаю, возможности и желания вырисовать конкретную структуру, мы будем только очень рады. То есть, мы можем создать базу данных наших раненых и пострадавших, мы можем связаться с ними, с их семьями, узнать, какие, ну, там, речь идет, например, об отдаленной помощи. То есть, у человека получил ранение полгода назад, что с ним сейчас происходит, в чем он нуждается, да? Насколько государство покрывает его, там, расходы на лечение и так далее. Ну, пока это действительно, мы вчера поговорили, и пока это на уровне, и тема раздевается. Если позволите, еще добавлю. Мы, по поводу открытости и прозрачности, да, первый шаг, это, да, именно под нашу акцию мы создали отдельный расчет расчет. Этот отдельный расчет расчет виден у нас на сайте. Мы каждый день даем отчет по поступлению. То есть, все, что, сколько поступил, у нас на сайте есть. То есть, так привезли, он, пожалуйста, там все есть. И, соответственно, когда мы начнем эти деньги тратить, там будет, дословно, до кокейки, кому, сколько, куда. На лекарства, на микроскопы, на стоматологические кабинеты и так далее. Все будет прозрачно. Прожем приходить смотреть. Так, если можно, два последних вопроса. Так, ну, я в продолжении этой темы. Было заявлено о том, что пока государство будет финансировать, мы вот сможем дать деньги искаться. А не боитесь ли вы, что таким образом мы снимем обязанность с государства финансировать те пункты, которые они обязаны? Ни в коем случае они должны сниматься с государства. Наоборот, более того, там... Но не породит ли это то, что они снимались? Смотрите, нет, ну, как бы, ну, это вот... Это второй карман. То есть, это... ...то то, что ранее не получил статус с инвалидом таком. Так? Если он получил этот статус, если государство с продуктом, оно ему отдастся, пока он не получит этот статус, мы должны его поддержать. Ну, не говорим же, мы будем все время. Мы работаем параллельно. В первую очередь, мы берем его заявку и помогаем ему юридически, так, чтобы получить статус ветерана. И тут же параллельно мы даем ему деньги для того, чтобы он это время прошил. Ну, я просто вижу людей, которые там, они... Не только ранены, но просто вот там больные люди, которые там, у которых обострились их хронические заболистики. Они ходят и пытаются там выпить деньги для лечения. Это происходит там ни один месяц, ни два. В то же время очевидно, что деньги им нужны там вот сейчас, да. Это ни в коем случае не должно снимать обязанность государства перед там своими гражданами, обязанность давать им деньги налогоплательщиков. Вот. Более того, это должно быть еще основной задачей этого фонда добиваться того, чтобы люди получали должные им деньги, выплаты и так далее. То, что там причитается по закону и по всему остальному. Поэтому ни в коем случае не должно это принять. Просто это, ну, как, я не знаю, как второй карман. Касса взаимопомощь. Да. Есть ли у меня вопрос? У меня есть вопрос к Михаилу очень быстро. И один, ну, комментарий, который, ну, мне очень важно его сказать, хотя он, наверное, будет, ну, в чем-то не очень приятный. Знаете, вот за 15 месяцев сотрудничества, да, наших волонтерских групп с разных, ну, то есть мы не говорим только о нашей группе, да, с Харьковским госпиталями, с Харьковским госпиталями, с другими госпиталями, почему-то не меняется вот такая очень странная ситуация. То есть система вынуждает госпитали говорить о том, что у них все нормально, у них все есть, но когда у них нет, а у них очень часто нет, то так или иначе они обращаются на волонтерские группы. И это не что нашли волонтеры, там, что могли найти, да. То есть мы все четко, ну, здесь присутствующие, мы все четко знаем, что это очень четкие заказы и очень четкие ответы на эти заказы. Это аппараты для искусственной вентиляции легких, это кровати, это оборудование для травматологического подразделения. Это не то, что там волонтеры обвалялось, они нашли, там, случайно привезли и так далее. Это четкие ответы на четкие заказы, совершенно точно. Вот. А к Михаилу у меня вот такой вопрос. Миша, я знаю, что когда год назад мы призывались и мы только приехали в Башкировку, то ситуация с уснабжением, да, медицинской этой части, ну, с тем, что мне было, она была, ну, настолько, ну, то есть были даже такие комические случаи, там, травки какие-то ребята собирали, сушили травки, сушили, да, посылали людей за лечебными травмами уже, да. Да, вот, смеяться или плакать. И как изменилась, во-первых, ситуация за год, вот сегодня вы демобилизовываетесь, вот, поздравляю, с чем, с чем, с чем, с чем, с чем оставляете меня часть, и вот вы ушли, ваш коллега Сергей, демобилизовывается, кто, кто остался, пришли ли новые люди? Смотрите, ситуация не, ну, на мой взгляд, она не изменилась коренным образом, да, действительно, год назад мы выезжали из Башкировки без жгутов и индивидуальных пакетов в основном, потом уже их дало нам государство. То, что касается государственной помощи и волонтерской, я в течение 12 месяцев бытность начальника медицинского пункта 2-го организованного ательёна, 90% моих медикаментов – это волонтерская помощь. Государство начало активно принимать заявки после Нового года. До этого оно просто делало, видишь, что его нет. Теперь по поводу Башкировки. Там ситуация, на мой взгляд, ещё хуже, чем была. Сейчас там нет, на Башкировке находится около 4 тысяч человек, там плюс-минус, там, это те люди, которые выводятся из зоны, не только 92-ра, и другие подразделения. Так вот, медрота, которая там была, которую уничтожали в течение 20 лет, ну, как медицинскую службу в армии вообще, там сейчас нет ни одного хирурга штатного. Там, ну, есть несколько фельдшеров и терапевтов, которые, в общем-то, в тех условиях, в которые они находятся, могут оказывать только, ну, я не знаю, они могут мазать зелёнкой пятки, они могут, я не знаю, писать справки, они могут направлять в Харьковский военный госпиталь, да. Но они не могут, это была полноценная больница, полноценная районная больница с двумя операционными, с диагностическим отделением, лабораторным отделением, с томатологическим. Сейчас там течёт вода с третьего этажа до первого, вот, и блесень. Пенициллин – это единственное лекарство, которое там есть. Поэтому, ну, на мой взгляд, там ситуация катастрофическая. Так и так бы не было. То есть, если мы говорим о медицинском обеспечении наших войск, то, в общем-то, как бы далеко ещё до этого. Разрешите, я всё-таки запомню, там и скажу про все это, по этому поводу. Значит, дело в том, что никогда в медицинской работе 92-й бригады не было своих лабораторий, своих операционных и так далее, потому что вы, очевидно, совсем не декус сидели. Значит, дело в том, что в Чугуе в своё время был мобильный госпиталь, стоял там, который потом его знамополучно не привил. Я командователь госпиталь, но он очень пригостил. Ну, я знаю, что та ситуация, которая там была, вот тогда, как бы, в тот период, когда был госпиталь, там проблем вообще никаких не было. Те медицинские роты, которые сейчас создают, их создают практически из колёс, ну, да, вот по военным штатам, по штатам военного времени. Естественно, набирают людей гражданских, которые, в общем-то, ни боевого слаживания особо не вошли, вот, не знают толком, чем заниматься, как заниматься, что касается по медикаментам, поставок медикаментов туда. Значит, просто владею ситуацией, я не занимаюсь этим вопросом конкретно, но ситуацией владею, заявки тяжело выдавить с этой 92-й бригады, на медикаменты, постоянно там, пытаемся от них получить эти заявки на получение медикаментов. Вот, это та проблема, которую, я понимаю, что люди бы приходили с гражданки, не знают, как эти заявки писать, чего там делать. Вот, открывают там, где стучатся, если сидеть, ничего не делать, то, естественно, там, если нет заявки, то в нем поставят медикаменты. Потому, говорить о том, что медикаменты там в 92-ю бригаду, как год назад не поставлялись, и сейчас не поставлялись, это, не, а вы меня простите, я не говорю, медикаменты, я говорю о людях, там нет ни одной хирургической бригады сейчас. Значит, ваши хирурги на данный момент проходят у нас, прикоммунированные хирургическими отделениями, проходят у нас усовершенствование, после этого они будут отправлены в 92-ю бригаду. Как раз сейчас после обеда у нас 4-6 встреч. Все хирурги из 92-го бригаду рекомендированы Харьковскому центру. И здесь они сейчас получают опыт оказания хирургической помощи там, после чего будут отправлены там назад. Куда же, в Башкировку или на передовую? В Башкировку, а дальше уже по назначению. То есть можно знать, что, в общем, они появятся? Так они здесь, они находятся у нас, в центре, в Харьковском, они работают здесь. Они оперируют, ходят, оперируют, все они делают. У нас есть счастье, боятся там врачи? Ну, вот я не знаю, какой у вас такой вопрос. К вам, Миша, или к вам кто? Когда вы ушли, вот два доктора ушло из медчасти, кто-то остался? Нет, там есть мобилизованные врачи, сосудистый хирург и травматолог. Сейчас они находятся в городе счастья. И, ну, опять же, не входит в состав медицинских пунктов, их просто перекомендую, они попросили. Ну, это штат такой, понимаете. Там в штатах не предусмотрено в медицинских пунктах батальона наличие хирурга или наличие там анестезиолога. Это для государства очень расточительно иметь в батальоне хирурга или анестезиолога. В батальоне должны просто быть лекарь загральной практики, которая окажет первую медицинскую помощь, или первую врачебную помощь. Ясно. Спасибо большое.